Друзья, привет всем! Меня зовут Эрик Шоков, и мы находимся в Катовице, Польша. И это турнир IOM Katowice 2024. Призовый фонд – миллион долларов. Тут участвуют Spirit и Monoti. Больше никого из наших. Даже Na'Vi выделили. Непонятно как. Я их ставил в Пикеме, кстати. У нас до начала матчей две минуты, поэтому давайте обойдем быстренько эти стенды и сразу посмотрим, как выглядит стадион. Если что, я после Абу-Даби, и я примерно понимаю, что там ничего не было, и очень хочется увидеть этот контраст. Давайте смотреть. Нам сразу дали Doritos. Это первый спонсор, которого мы заметили. Честно говоря, тут есть вайбы того, что тут хоть как-то подготовились к спонсорам. Есть какие-то стенды. Здесь какой-то движ есть. Здесь не играют люди в мобильные игры. Но я вижу заинтересованных людей. Они есть. Но почему именно Катовица? Польша является привлекательной страной для проведения киберспортивных турниров. От Spodak Arena до 2014 года считалась самым крупным стадионом Польши. Катовицы любят не только в киберспорте, но и в других сферах. Здесь проводится много разных мероприятий. А власти города называют его City of Events. В 2017 году в Катовице прошло 6334 офлайн-ивента. Тут также много молодежи. При населении 300 тысяч человек каждый год университета Катовицы выпускают 25 тысяч студентов. А между ESL и мэрией города был заключен специальный договор в 2014 году. Городская дума выделяет крупные бюджеты на рекламу турнира и привлечение зрителей на ивент. Например, в 2019 году из бюджета Катовицы было выделено 650 тысяч долларов. Благодаря этому турнир посетило 170 тысяч человек. Это более 50% от населения города. А первый крупный турнир по видеоиграм здесь был проведен еще в 1990 году. Президент Польши считает, что этот маленький городок показывает всей Европе, на что способен по-настоящему киберспорт. Сейчас мы вступим на эту сцену и поймем, что это настоящий киберспорт, как и должен он выглядеть на самом деле. Погнали! Как же много людей на первом матче, которому 15 минут. 15 минут и уже полный залп. После этого я служил на стадионе на мажоре на прошлом. Так, сколько здесь людей? Давайте посчитаем. Это полстадиона, мы это делим. И вот, вот такое количество здесь людей сейчас. Скажу так, атмосфера просто нечто. Очень хорошо. Жду момент, когда я могу просто съесть и посмотреть за матчем. Сейчас наша задача друга, нам нужно закупиться одеждой, как это обычно происходит. Делайте розыгрыш для вас и, понятное дело, какие-то футболки, опять же, закинуть в новые наши клубы. Как вы помните, у нас тенденция в клубах. Мы берем футболку, запихиваем ее в рамку и она выглядит красиво, дорого, богато. Поэтому идем смотреть и потратить наших шекелей. Я заплатил за три футболки 250 евро, 25 тысяч рублей. Вы понимаете, что это за цены? Я взял Face, Virtus.pro с Виллайном и NIP. Но я хочу найти еще один магазин, потому что это было мало. Ну, здесь больше... А, вот есть Астралис. Красивый Астралис очень. 85. 85. Да. Мы разыграем эту футболку в моем телеграм-канале. Ссылка есть в описании этого ролика. Давайте будем считать, какое количество стендов здесь вообще присутствует. Мы сейчас находимся на стенде OMEN, Intel и XCOM. И здесь мы можем просто купить какие-то девайсы, микрофоны и клавиатуры. Это какой-то китайский бренд ковриков. Hello. Can you explain? What is this? This GearPay is like our store. Like with gaming preparers from around the world. We are focusing on bringing like 3-5 ковриков ковриков. Мне сейчас около 15 минут рассказывали про их девайсы, про их ковры, мышку и так далее. Это был интернет-магазин, дистрибьютор игровых девайсов. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Это уже второй стенд. О, третий. Бэнки, обожаю. Просто обожаю. Короче, у каждого стенда есть его активности. С активностью. Я не знаю, там разные конкурсы бывают. Тут это было АИМ-ки играли 2 на 2. И кто выиграл, получал призыв. Сейчас играем против проигрока. Игрока команды Anthropic. АИМ-ки. Готовы? Да. Окей, давайте посмотрим. Ай, ты делаешь? Спасибо. Так, ну, меня... Это чил-зона. Тут ребята сидят, отдыхают. Тут тебе дают воду. Просто воду? Просто воду. Он держит коробку в руках. И кто дольше протянет с этой коробкой в руках, тот выигрывает приз. А, водка. За первое место мышка. Очередной стенд. Это у нас Nintendo. Но, да, понятное дело, это никак не связано с CS. Но сюда приходят игроки из-за троны. И это классно, что они могут попробовать всякие игры. Чем-то развлечься, отвлечься. Это лучше, чем ничего. Я заплатил за сегодняшнюю футболки около 100 евро. Но тут есть ESL Shop Outlet. Скидки до 70%. И там можно взять футболку за 10 евро примерно. Давайте смотреть, что там. Слушайте, я сейчас накуплюсь. Ну, вот эта неплохая, кстати. Я это заберу. Ой, боже. Я теперь понимаю, почему такие цены. Что за вред? Outlet. Outlet, это что, блужка или что это? Нет, это типа... Брак? Может быть, брак. Может быть, но не все. Типа, либо то, что типа не продано просто. Не успелось продаться к сезону. Прикольная. О! Классная. Очень классная. HL TV. Берем. Ой, какой кайф, какой кайф. АФК. Берем. Берем. Я тебе напомню, что ты мне обещал работать, если я приеду в Грузию. Я? Ты? Что за бред? Я тебя вообще беру, вижу. В смысле? Мы с тобой играли, я говорю. Мы сейчас франшизу открываем и ищем сотрудников, которые будут. Я думал, он хотел тебе предложить, типа... Если хотите работать в нашей франшизе, разрабатывать ее, искать людей, партнеров, придумывать правила, искать лучшие решения по франшизе, можете писать на почту, которая будет в описании ролика. А если у вас был опыт уже создания франшиз, у комплектации этой всей истории, будет здорово, если вы с нами свяжетесь. Мы сейчас потратили 100 долларов и взяли 4 толстовки или 5, еще одну футболку. И это все стоит одну футболку, которая была из новой коллекции. Нет, это классная история, молодцы, ESL. Это стенд монстра. Что это такое? Вам дают нерф, пистолет, автомат, не знаю, и вы стреляете по целям. В прошлом году за участие продавали жетончики, и ты эти жетончики закидывал в автомат, который, типа, с криком, как-то, типа, игрушки доставать. Там доставал, там, по-моему, мягкая игрушка или что-то такое вылежало. А, вот тут будут турниры 5 на 5. Там, по-моему, брызовые коврики дают каждому, тут там что выиграл. Но сейчас они играют просто ради интереса. Тут не только есть игровые бренды, тут есть еще бренд Евросоюз, можно получить флажочек, но очередь, к сожалению, не к ним. Что у нас в итоге? Около 20 стендов, и это очень здорово. Если сравнивать это с Абудаби, либо с какими-то другими турнирами, условно, Рио. Это просто то, что нужно. Почему так нельзя делать каждый раз? Котовица, прям, респект. Ну, хорошая игра. Но, к сожалению, фолканцы более сильнее. Но поддержка поляков просто нечто. Сравниться с Рио. Самое забавное, что когда они выиграли, просто лютое молчание было на сцене. Ну, потому что в команде было 4 поляка, а мы в Котовице. Но, в любом случае, отличный был матч. Ну что, нам остается болеть за Спирит. А еще завтра у нас автограф сессии. Надеюсь, у нас получится забрать как можно больше автографов. Надо для этого еще купить коврик. Если у вас есть желание продать или купить скины в КАСе, Доте или Раз-два, то воспользуйтесь сайтом Лискинс. Это спонсор нашей команды с проверенной репутацией и выгодными ценами. А тем более, если вы будете продавать скины на более чем 100 долларов, вы получите плюс 5 долларов к себе на баланс при использовании моего промокода SHOCK. Ссылка на Лискинс есть в описании этого ролика. Знаете, в чем плюсы Абудаби? Там не было 8 людей про игроков. Ну, она была, но не настолько большая. Вот тут сейчас раскрытывается джеток. Внимание, вот очередь. Первая часть. И вторая. Человек, ну, как будто 300. И, понятное дело, процентов 50 не получит росписи, потому что до окончания автограф-техни осталось 20 минут. Физически невозможно. Скорость огромная. Сколько вы уже стоите здесь? Наверное, полчаса, не знаю. Нет, больше. Минут 40 точно. Но через 14 минут конец. Если что, на НС будем стоять. Серьезно? Подождите, вы с самого начала здесь? Нет, но мы не опоздали. Если 40 минут нас... А, вы опоздали. Нет, мы пришли к началу, но вчера уже тут было... Ну, чтобы мы на фейс-зоу за 20 минут пришли и еле успели. За 20 минут до начала? Да. И мы еле успели. Вот за нами уже закончили. Я ходил, и стал, в самый первый час спрашивал, сколько он занял. Как открылась выставка, там, 10 в час, он пришел и занял. Он точно получил росписи. Он да. Он, который... Он, который... Он, который, который... Мы должны... Если он не справиться с этим... Ааа... Окей, 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 окей. Короче, у них проблема. На весь магазин у них один белый коврик. Я его выбрал. Он, оказывается, сэмплом. И сейчас они решают продать мне, заработать лишние деньги. Или оставить сэмплом, как сэмпл. Я не знаю, что сейчас произошло, но в итоге он не достался бесплатно. Без коробки и как последний экземпляр. Ладно. Сейчас моя задача найти подписчиков и отдать им этот коврик, чтобы получить росписи, потому что я уже не успею их получить. Бро, я тебе подарю премию подписку на Соби-шоке, если ты распишешься, хорошо? Я распишусь. Не, они распишутся. Блин, но это было бы, конечно, замечательно, надеюсь. Давай попробуем, да, хорошо. Все, я готова. Агент найден. Кайф, кайф. Спасибо. С меня подписка. Правда? Да, давай. И скинь мне свой профи. А, хорошо. Этот коврик будет разыгран среди моей аудитории в Телеграме. Ссылочка есть в описании этого ролика. Я сейчас подойду к ребятам, которые в форуме ends. Прошу, что это за команда, погнали. Немного квиза. Я буду... Нет, нет, нет. Я не знаю английского, это будет очень легко. Хорошо, я могу. Хорошо, первая команда. Анс? Анс. Анс. Ты точно догадаешь, давай, перес. Анс. Первая команда. А, команда. Да. Какой команда? Так, подождите, я не понял. Виталити? А, ну, Варш, добра. Что? Хочешь, поможешь. Так, я не понял, что это сейчас было. Окей, первая команда? Анс. Анс, хорошо. Анс. Первая команда, это очень легко. Анс? Ребелы. 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 В группе. Окей, Ребелы. 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 Портическая команда. Где ты? В Острии. А, окей, я буду помогать. Рэ, Бэ, Ребелы. Поиск, и команды. Поиской команды. Здесь участвовал. Да, process. Да, здесь участвовал, да-да-да-да. Ребелы? Да. Ты уверенно все будешь отвечать. Апекс? Апекс. Давай, и так давай. Апекс. Апекс? Ноченько «Апекс», а мешайки, мы так классны. ГТУ? ГТУ? Нет, я не знаю. ГТУ? 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 Музы. Музы? ФАЙС. ФАЙС. ФАЙС? ФАЙС. И так сложное? Да. Не знаю. Сайбер С. Эйч. О. Я не знаю. Окей, Сайбер шоу. Шоу? ФАЙС, ФАЙС. Ты дезернил этот тишерт? Спасибо. Окей, хорошего счастья. Это последний. Окей. Пожалуйста. Настя, хорошего счастья. Эмм... Ну, ты что знает наш логотип? Пожалуйста, сказать CS? Может быть. Сайбер? Кибершок. Да. Слушай, ну вот мы подходим к людям, они не знают даже условно Rebels. Хотя подхожу к полякам. Знаешь, такой прикол есть. Давайте подарим футболочку. Спасибо большое. Это довольно тяжело. Это тяжело? Для нас, да. CS, C5? Не знаю. Не знаю. Какие часы у тебя есть в CS? Какие часы у тебя есть в Steam? 100, наверное. 100? Вау. Ты играешь в CS? Да. Я играл давно. Да. CS GO, 1.6. И CS 1.6. Это твой первый турнир? Да. Короче, какой мы можем сделать вывод, что здесь ребята пришли реально на фане, они не знают, что такое CS особо. Но когда-то играли, либо просто прийти посмотреть первый свой турнир в жизни. И это твой первый турнир? Да. Да. Как вы нашли ткет? Сколько за ткет? За три. За три? За три? Как вы нашли ткет? Я показывал на фейсбуке, и я хочу... А, окей, я получил. Хорошо, спасибо. Большое счастье. Но подожди, он получил бесплатный билет, получается на любом турнире есть бесплатные билеты? Нет, нет, только тут. Только тут? Да, потому что выставили. Короче, давай вкратце расскажем, как это все работает. Если на Бласти у нас... Какая была ситуация? Людям давали бесплатные билеты, они даже не понимали, куда они пришли. Здесь они понимают, куда пришли, но билеты все равно бесплатные, и он получил их просто в фейсбуке, отправив в какую-то анкету, правильно? Нет. А расскажи, как это работает. На официальном сайте Катовица была информация о том, что будет проводиться АМ-экспо, выставка. Да. И благодаря выставке ты можешь, типа, выдается определенное количество мест сидящих, и люди просто бесплатно приходят, и кто успел сесть, они могут сесть и встретить матч. Все, понял. А Экспо бесплатный? Экспо бесплатный. Понял. Если что, это очередь не за росписями, это на открытие арены. Очередь на открытие арены, вы понимаете, что происходит? Честно, вот с таким кайфом жду игру Spirit, вот просто нереально. Я очень мало смотрел игры со Spirit, где играл Донг, и очень хочется вот прям погрузиться полностью и понять, кто как играет. А тут меня ребята из Paragon попросили дать небольшой комментарий по поводу турнира. Не, впервые в Катовицу, впервые здесь. И как тебе атмосфера? Потому что вот я тоже впервые, типа, я смотрю на это, я был на фиговой тысячи ланов, не только по кайфу, очевидно. Здесь атмосфера, вот хоть и, ну, студеночек маленький, но атмосфера прям топчет. Тебе как? Слушай, у нас была вот как раз такая мысль, если забыть, что это не мажор, все от начала до конца напоминает мажор, кроме стикеров. Миллион долларов призовой, аудитория очень жесткая, очень громкая. Большой стадион, большие просмотры плюс-минус, в общем, все очень похоже на мажор, кроме стикеров. Вот тоже самое. Сейчас начинается вторая карта спиритов, но у нас есть для вас сюрприз. Для меня точно, потому что случилось это случайно. Мы проходим за сцену, мы прошли туда, куда нельзя другим людям, кроме людей, которые связаны с командами. Костя, спасибо большое за то, что ты дал такую возможность. Ну, собственно, святая святых выглядит не то, чтобы супер организованно. Здесь продажен, здесь кастеры смотрят игру. Вот здесь находятся наши люди на сцену. Тут мы выходим между картами. А вот там подальше большая лестница. Это где во время тим-эндранса в команды приходил. Красота. Здесь та самая легендарная лестница. Страйс, Гамбитики. Гамбитики выигрывали? Да-да-да, Широ вот там вот. Ай-яй-яй. Блин, у него первая карта не пошла. Да ничего, классная. Справился со своей задачей по игре. Ну, Донг вообще... У него нет задачи играть агрессивно как-то, поэтому... Вот, что ты игру. Так... Тоже ничего такого. Здесь просто загибнут наши куртки, рюкзаки и так далее. Здесь вода, киндеры, бананы. Мы как менеджмент можем смотреть игру здесь, в тишине. Либо смотреть ее в зале, чтобы почувствовать эмоции. Они не смотрели игру в зале? Мы смотрели игру в зале. Да, но наш менеджер пошел курить и не вернулся. Вернулся сюда. Так что, да. Как-то так. В целом ничего такого. Расскажи, пожалуйста, эмоции Донга и Зонтикса. Это их первый большой турнир. Ну смотри, Зонтикс у нас такой терминатор. Он не выражает свои эмоции. Так что не могу сказать, что у него не покерфейс примерно когда-либо. Вот. А Даня, он очень рад играть здесь. Ему очень нравится. Он очень хочет показать себя, посмотреть на других, как можно лучше сыграть. Поэтому очень классно видеть в нем такой юношеский максимализм. И он показывает класс. Да. Он почти в 2 кд сыграл. Либо в 2. Слушай, а можешь, пожалуйста, вспомнить? Они сейчас вышли со сцены и зашли в эту комнату, правильно? Да. Что они говорили? Какие у них эмоции? О чем они сейчас думают? У них эмоции были, что... Как Боря взял плач? 1 в 4. Было очень классно. Вот. Парк... Мирика тоже похвалили. Потому что у него было несколько моментов, когда он очень важные киллы делал. Когда он убивал двоих как раз на Апланте. Да. И помимо этого, после того, как у нас был небольшой перекур, мы все пришли и уже на серьезном начали обсуждать следующую карту, как играть. Как бум играть. Хорошо. Ситуация такая. S-тир турнир в Доте и S-тир турнир в КСе в один день. Куда поедешь? Я поеду на КСерский турнир. Я КСер, играю очень давно. И поэтому, конечно, я в мое сердце здесь. Огромное спасибо за эту экскурсию. Было прям супер. Не супер. Много здесь. Нет. Я нахожусь в зоне, в которую мне нельзя. Если вы задумывались о том, где проходят вот эти вот всякие интервью, которые делают после матчей, то это справа от меня. Вот цена. И сразу под ней у нас идет интервью Кристал Мэя и Широ. Если говорить о разнице, то в Париже была возможность даже мне общаться с этими ребятами. Но здесь нет. Тут есть специальные корреспонденты, которые покупали права. Но как проходит выбор, кто будет на интервью у каждого из кастеров, сейчас мы узнаем в Кристал Мэя. Как выбирают игроков для интервью? Смотри, ну, есть разные турниры с разными подходами. И в целом типа бывают варианты дефолтные, в которых ты сам спрашиваешь у менеджера команды о том, чтобы сделать интервью с кем-либо. Договариваешься с ним, либо можешь подойти к самому игроку, и он уже может договориться с менеджером. Ну, а третий, самый классический сейчас вариант, то, как работает ESL, и это очень профессионально, очень классно. Они... Ты, получается, даешь заявку, и они согласовывают ее с, получается, менеджером команды. Как это выглядит сейчас у меня на ESL Котовице, я спрашиваю о трех игроках в приоритете. Ну, например, там условно я пишу Донг, Широ и Мэджерск, например. Вот, и, соответственно, они вот таким же образом они распределяют. Случай, так как я все-таки представитель официальной русскоязычной трансляции, поэтому они стараются дать мне первого человека. То есть, условно говоря, на Широ написано три человека, да, три разных издательства. И вот они дают мне первому. Бывает, что ты просто берешь одного. В групповой стадии я просто писал про одного человека, и мне давали только его, потому что, в целом, конкуренция была за игроков ниже. Ну, потому что на группе не особо кого-то волнует, что происходит. Получается, всего три каста? Да нет, слушай, здесь еще одновременно с этим послематчевые берут Hell TV, издания еще какие-то, по-моему, Gamer Legion, польское издание какое-то и так далее. То есть, здесь довольно много в целом приезжает журналистов, просто они не всегда претендуют на все команды. То есть, есть какие-то журналисты, которые берут только у одной-двух команд интервью, и больше, ну, и сразу уезжают. Но если зайти сейчас в пресс-зону, то, ну, ты сам там был, там просто нереальное количество журналистов. Я, честно говоря, по-моему, вообще на Лане такого не видел. То ли это просто люди, которые аккредитовали из-за того, чтобы покушать бесплатно на Лане, да, и чтобы было место, где почилить, то ли они правда работают, но что они делают, и почему так много изданий? И почему они не встают со своих мест? Они реально сидят во время матча. Ну, скорее всего, это онлайн-журналисты, да, то есть те, кто пишет для издания онлайновых, где не надо ничего снимать, они просто пишут впечатления о Лане. Я не знаю, зачем, правда, приезжать тогда? В общем, странно. Мы это место покажем сейчас. Да, мы в жизни, типа, не видели, наверное, в киберспорте такого количества изданий. Сколько мы с тобой вживую видим? Мы даже не знаем о существовании. При этом всем ни одно из них не из Восточной Европы. Для нас ESL – это событие для зрителя. Бласт для зрителей на Твиче. Потому что он красивее тип, конечно. Ну, для зрителя там очень много интерактива. А для кастера, как ты, человек, который берет интервью, какой провайдер самый лучший? Я скажу так. Точно ESL с точки зрения того, что ты, когда приезжаешь на Эхлан, ты точно знаешь, что ты увидишь, и ты точно знаешь, что у них все будет по порядку сделано. Да, то есть, условно говоря, ты знаешь, к какому менюжеру обратиться зачем, ты знаешь, что будет, в смысле, дадут ли тебе игрока или нет заранее, там, и так далее. Максимальный уровень коммуникации, профессионализм, все остальное – это ESL. Если мы говорим про разнообразие с точки зрения локаций, то, конечно, например, перуанский мажор был забавный. У тебя тут океан, шоссе, а посередине – сарай. Ну, условно, да, то есть построена сцена. И это не очень привычно, это выглядит забавно. Балианский мажор, вот, например, довольно тоже прикольный, потому что для игрока он был прям шедевральный. Для меня, как для контент-мейкера, скорее он был красивым с точки зрения окружения, да, там остров, все дела. Ну, и ты смотришь, как чуваки просто кайфуют, потому что они живут прям рядом с океаном, у тебя есть ресторанчики в зоне, и ты вообще за пределы типа отеля не выходишь, у тебя просто все очень красиво. Поэтому, наверное, если брать разнообразие, то разнообразие ESL не берет, но с точки зрения того, что я точно знаю, что мне в кайф будет приехать и в кайф работать, это будет ESL точно. Супер, спасибо. А вот это самое место. Тут очень, ой, очень много столов. А еще тут есть столы и еще немножечко столов. Кстати говоря, о питании. Не скажу, что это прям вкусно, не скажу, что это прям хорошо, но это бесплатное питание, которое идет в прессе. Это бутики у нас с фаласой, с колбасой, с ветчиной и так далее. На финальный день турнира автограф оставляли только Falcons, и мы опять нашли подписчика, который смог собрать подписи на коврике за нас. Огромное спасибо ребятам. Получилось? Так, ребятки, у нас еще пять новых росписей. Насчет очереди у тебя было мало, да? Да. Ты был? Да, я два раза прошел. Слушай, если сравнивать со вчера, там, G2. G2, тут гораздо быстрее очереди. Да, то есть вообще нет людей, да? Да. Такие выдела. Ну, это классно, это мы будем разыгрывать. Так, а с меня подписка? Так, мы сейчас спускаемся с нашей призоны. И суть заключается в том, что здесь будет очень мало радостных лиц. Люди уже выходят со стадиона. Spirit выигрывает 12-1. Здесь очень много недовольных. Ну, как вы можете понять, тут хотят победу в фейс. Тонко тот человек, которому я писал полтора года или два года назад о том, что... Бро, ты хочешь прокачку пока или нет? Он отказался. Сказал, что у него все есть. Я расстроился. Мне нужно было какого-то хорошего игрока найти. Но сегодня я записываю с ним ролик не в прокачке КПК, а в той же самой рубрике, как было с Моноси. Я вам показываю очень перспективного игрока, от которого я жду какие-либо результаты. Сегодня играет Моноси уже в G2, а Донг в Spirit Academy. Привет, Даня. Привет, привет, Эрик. Да, это не в Тонне. В Казахстан не встал. Тπειда в Spirit Academy. Я встал. Это жена и я встал. Встал. И встал. И встал. И встал. 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 И встал. Как вы рады. Встал. Это все. Мы все здесь. Вот и завершился наш турнир. Катовица мне очень сильно понравилась. После Абу-Даби я понял, что такое киберспорт. Спасибо большое каждому, кто посмотрел большой материал. 30 минут – это немало. Не забудьте пройти участие во всех розыгрышах, которые были в этом ролике. Все это есть в моем телеграм-канале. Ссылка есть в описании. До следующего ролика и не забудьте подписаться на этот канал. Пока!